Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Овсянников Константин Валерьевич. Сегодня у нас с вами удаленное мероприятие. Несмотря на нашу самоизоляцию, мы продолжаем работать. И сегодня, я надеюсь, для нас будет достаточно актуальная и интересная тема, в ходе которой я и мой коллега попытаемся рассказать вам новое, все, что касается инъекционной терапии пациентов с сахарным диабетом второго типа. Можно следующий слайд. Ну, начать хотелось бы с не очень хороших цифр. И, как вы видите, здесь есть статистика, статистика, которая нас не очень устраивает. Причем, обратите внимание, что это, собственно, график, это данные по Европе. И, ну, не могу не сказать, действительно, это достаточно сложно от этой темы уйти, что все системы здравоохранения, все системы здравоохранения стран Европы, стран мира, в общем-то, не показывают даже близко оценки 4, 4 с плюсом даже нет, с точки зрения, в общем, борьбы с инфекционными заболеваниями. Ну, и с неинфекционными заболеваниями, как вы видите, они далеки от идеала. Ну, вот здесь, пока я все это говорю, вы увидите цифры, которые далеки от идеала, как я уже сказал, по количеству пациентов, достигающих целевого значения кликированного гемоглобина, за которые здесь вот принято 7 ровно процентов. Ну, вот Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия на последнем месте меньше трех, 30 процентов пациентов достигают по тем или иным причинам целевых значений кликированного гемоглобина. Мы сегодня об этом еще поговорим, собственно, здесь много вопросов, и не все так просто, но пока давайте зафиксируем, собственно, что проблемы, они, в общем, сохраняются. Следующий слайд. Касаясь России, ну, здесь исследование, также, которое показывает, что на протяжении лет, вот с 13-го года до 17-го число пациентов, которые достигают гликозелированного гемоглобина менее 7 процентов. Оно, да, действительно, вы видите, с 38 до 52 процентов есть некий такой прорыв, некий такой, я бы сказал, скачок с 14-го по 15-й год. Но здесь самое главное не то, что мы видим в нижней зоне, а зеленые сегменты этих столбиков, то есть достижения, а то, что остается, к сожалению, сверху, не достижение целевых значений. И здесь очень хорошо ложится на, собственно, вот это заболевание, сахарный диабет второго типа, так называемое правило 50. Мы с вами прекрасно осведомлены о том, что 50 процентов пациентов из всех тех, кто страдает заболеванием, знают о том, что болеют. И из тех, кто знает, примерно 50 процентов, ну плюс-минус, может быть, какое-то отклонение есть, не достигают или достигают, в зависимости от того, кто как считает стакан наполовину полон или пуст, целевых значений гликозелированного гемоглобина. Это очень важное обстоятельство. Что здесь в этой связи хочется сказать сразу же, потому что эта мысль, она действительно важна, как мне кажется, это базовая мысль. Мы с вами прекрасно понимаем, что когда мы говорим с вами о пациентах с сахарным диабетом, ну в данном случае, конечно, говорим о втором типе, то мы говорим с вами о том, что да, глюкозоцентрическая модель, она себя изжила и что в общем мы должны стараться идти сразу по многим направлениям, в том числе не глюкозоцентрическим или глюкозоцентрическим, как угодно. Не стоит забывать о том, что ежегодно количество пациентов впервые заболевающих, то есть это параметр, который называется заболеваемость, имеет тенденцию к экспоненте, то есть это некая парабола, некая такая гипербола и так далее. Так вот, о чем я хочу сказать здесь вот на этом слайде, что вот этот источник поступления вновь прибывших в эту очень важную когорту пациентов, это пациенты, как вы понимаете, с преддиабетом. Хотя мы говорим сейчас о инъекционной терапии, понятно, что уже болеющих и долго болеющих диабета второго типа, тем не менее нельзя не сказать, что вот как мы сейчас пытаемся бороться каким-то образом с вирусной инфекцией, мы должны с вами впереди всего подавлять не распространение, а именно выявлять тех, кто завтра будет заражать и в конце концов сам является источником, сам является драйвером вот этого инфекционной пандемии, инфекционного мотора для COVID-19. Вот тот же самый параллель можно провести для пациентов с преддиабетом. Поэтому я для всех, для вас, для специалистов, прежде всего кардиологи, эндокринологи, врачи общей практики, терапевты, обращайте внимание именно на эту когорту. Вот острие борьбы с пандемией диабета находится в зоне активного поиска пациентов с преддиабетом и их эффективного лечения. Поскольку, напоминаю, 11% в год становится из этих пациентов с преддиабетом, становятся пациентами с сахарным диабетом второго типа. А что это за общее количество? Это примерно каждый пятый взрослый россиянин. То есть вот я бы здесь на этом слайде хотел специально сделать такую ремарку и сделать такую, может быть, очень смелую, но мне эта параллель как-то легла. Следующий слайд. Итак, значит, вот здесь мы не достигаем, к сожалению. Не достигаем по очень многим причинам целевых значений. Ну и здесь слайд, который демонстрирует, собственно, одну из главных, наверное, ключевых проблем, которые существуют, это, собственно, приверженность терапии, compliance, очень такое красивое слово для любой терапии, но в частности, конечно же, речь идет о инъекционной терапии. Мы с вами прекрасно из нашей практики знаем, каким образом пациенты реагируют на наши попытки стартовать с инъекционной терапии, пусть это будет инсулинотерапия или терапия аналогами ГПП-1 или фиксированные комбинации. Это всегда, если инъекция, то это нет. Нет по многим причинам, честно говоря. У каждого свой ворох причин, у каждого свои фобии, страхи, тараканы, скелеты в шкафу, плохое какое-то, какие-то истории, которые они слышали в жизни и так далее. Тем не менее, вот в сухом остатке, посмотрите, привержены к инсулинотерапии, вот вы уговорили, это все-таки 20%. 20%. И 20%, около 20% просто прекращают, полностью прекращают инсулинотерапию. И вот самый большой сегмент, это прерывает инсулинотерапию. Ну и о чем мы будем говорить, о каких результатах, о каких достижениях, если инсулинотерапия или, говоря шире, наверное, можно здесь сказать, инъекционная терапия, любая, она прерывается. Это один из моментов ключевых, но не все. Не все. К сожалению, мы сейчас рассмотрим еще несколько очень важных ключевых моментов, которые раскроют нам причины, почему так мало достигают целевых значений. Следующий слайд. Ну, этот слайд, наверное, вы видели, мне кажется, не один десятк раз. Его демонстрируют нам постоянно с вами. И здесь, что важно отметить, собственно, нашу клиническую инертность. Вот это очень красивое слово. Есть целые лекции. Даже я видел один небольшой учебник по клинической инертности, как ее обойти. То есть написано и сказано очень много. Но здесь, в общем, надо понимать, очень простую вещь, что эта клиническая инертность, это свойственно вообще человеку. Мы врачи, мы люди, больные наши тоже люди. Поэтому клиническая инертность, я ее драктую как страх. Такой оправданный может быть страх. Страх такой, как бы, в смеси с консерватизмом, здоровым, возможно, консерватизмом. Когда, вот посмотрите, пациент приходит на одном препарате, ну, возможно, это метформин, ну, по сути, неважно. И вот через 6 месяцев он приносит нецелевое значение гликозилированного гемоглобина. И врачу, вот представьте себе, а что, собственно, представлять, это ваша практика. 5 минут. И вам за эти 5 минут надо принять стратегическое, выверенное, четкое клиническое решение, которое определит его дальнейшую жизнь, пациента, его риски, его прогнозы надолго. А у вас 5 минут. И вы должны вот это вот клиническое решение добавить инсулин или добавить там, да, препарат второй. И, соответственно, вы попадаете в такую классическую дихотомию. Либо мы это сейчас делаем, и понятно, что от любого действия могут быть риски, а вдруг сегодня ночью он прогипует. Либо, как мы рассуждаем иногда, мы пропускаем ход. Но, конечно, мы его вуалируем каким-то образом. Мы говорим, давайте пересдайте через 3 месяца. Мы посмотрим. Может быть, рассосется, как мы любим рассуждать где-то внутри. Давайте понаблюдаем динамики. Давайте-ка вы, значит, мы знаем, что вы едите. Давайте вы, значит, вот как-то подожметесь диета-терапии. Вообще вы мало двигаетесь, посмотрите, у вас серый цвет лица, вы мало выходите на улицу и так далее. То есть вы принимаете решение, ну не вы, в частности, я не про вас говорю, а в целом, конечно же, про сообщество медицинское. Принимается второй вариант клинического решения, а именно отсутствие действия. Это тоже клиническое решение. Так вот, когда эта дихотомия таким образом решается, а решается она, по сути говоря, следующим образом. Считается, что риск от действия выше потенциальный, риск от действия, чем риск от бездействия. Так вот, при диабете все ровно наоборот. Вот меня нет этого слайда, к сожалению, но вы его, наверное, тысячу раз тоже видели. Это данные реальной клинической практики, анализ базы данных Великобритании, 110,5 тысяч пациентов, две группы и разделены не по очень простому признаку. У одних сразу интенсификация, а у других там задержка была, по-моему, что-то 6 месяцев. Все остальное одинаково. И через 5 лет буквально риск инфаркта миокарда выше на 26% в группе, у которых задержка была всего 6 месяцев. Все остальное одинаково. То есть, одинаковая группа. Вот поэтому, и это одна из работ, на самом деле, таких работ очень много. И здесь очень много можно говорить, опять-таки, на эту тему. Но помните, что риск от бездействия, он выше, как бы ни казалось, наоборот, чем риск от принятия решения. Но опять посмотрите, ведь пациент на одном перориальном сахароснижающем препарате до почти, ну, то 3 года, давайте с вами округлим, 3 года. Но вот сколько лет так в реальности, да, один препарат будет эффективен. Ну, давайте метформин возьмем. Но мне кажется, вы согласитесь, я очень сильно округлю, но скажу, это около года. Да, то есть, здесь 2 года, да, получается. Ну, там около 2 лет, меньше 2 лет. Тем не менее, существенное время пациент находится в условиях, которые мы называем с вами отрицательной метаболической памяти. Далее, 2 препарата, и гораздо больше сроки он будет находиться в эпизоде накопления отрицательной метаболической памяти. Дальше посмотрите, еще 7 лет плюс 3 препарата он принимает, и опять та же самая ситуация. И вот когда уже мы с вами, пациент попадает в хорошие руки, так условно, и мы начинаем его активно лечить, достигаем, наконец, целевых значений, сделать что-то уже поздно. Почему? Потому что вы прекрасно понимаете, что и тому свидетельствуют множественные исследования, ну, классика это ВИА и ДТ, например, как вот такое прям яркое исследование на эту тему. Когда пациенты, у которых длительный стаж, да, декомпенсации, как тогда говорили, недостижение целевых значений гликированного гемоглобина, но потом, что бы вы ни делали, он все равно, к сожалению, умрет. У него все равно эти риски будут сохраняться. Поэтому с точки зрения, как бы вам сказать, такой философской, метафизической, когда мы с вами лечим пациента с диабетом второго типа, то мы с вами на самом деле самый главный враг, самый главный барьер, самая главная цель, наверное, терапии, это даже не гликемия, это даже не давление, не липиды и так далее. Это борьба со временем, которого мы зачастую проигрываем. И вот этот слайд, на мой взгляд, как нельзя лучше демонстрирует проигрыш наш времени. Поэтому давайте, это тоже очень базовая вещь, давайте с вами договоримся, что минимум интенсификация должна быть, спасибо, привернули, а должна быть раз в 6 месяцев, а еще лучше раз в 3 месяца. Итак, посмотрите, очень интересные данные, вот какое положение, в каком положении оказываются пациенты, которые все-таки стартуют инсулинотерапию. Вот первая, левая часть слайда, количество лет, да, которые пациент, собственно, находится до старта инсулинотерапии и на каком количестве пероральных сахароснижающих препаратов. На одном 7 лет, на двух 6 лет и на трех опять 6 лет. То есть, фактически слайд, в общем, почти, да, как бы является переложением из предыдущего слайда. И обратите внимание, это вот, мне кажется, правая часть более значима, средний уровень гликированного гемоглобина в момент интенсификации терапии, в зависимости от количества. Ну и на одном мы стартуем около 9 на 2, 9,1 и еще выше на трех препаратах. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы очень долго ждем. То есть, мы сами по себе, мы и пациенты, слишком долго откладываем, да, и в зависимости от количества препаратов, в зависимости от количества лет никакой, по сути, нет. Мы очень долго ждем и мы принимаем это, наконец, решение, когда уже ситуация зашла очень далеко. Следующий слайд. Ну, опять вот попытка анализа вот этой клинической инертности, анализы барьеров. Ну, здесь, конечно же, я так очень упрощаю страх, наша, так сказать, с вами неуверенность или нехватка времени. Тем не менее, посмотрите, действительно, о чем еще думает врач. Вес – раз, да, гипогликемии – два, а вес и гипогликемии, мы же прекрасно понимаем с вами, что это не просто цифры, не просто какие-то события, это увеличение сердечно-сосудистых рисков, а именно о них-то мы и думаем в первую очередь. Это недостаток персонала, недостаток обучения, отсутствие времени и так далее, и так далее. Ну, а барьеров со стороны пациента их гораздо больше. Но я не думаю, что пациента вот прям так уж сильно опасаются по поводу, хотя многие, да, особенно женщины, да, по поводу гипогликемии тоже, конечно же, они обеспокоены. Если врач думает о гипогликемии и сердечно-сосудистом риске, то пациент, конечно, беспокоится о гипогликемии и своей профессиональной деятельности, не уволили бы с работы, там, не упасть бы в обморок и так далее. То есть, ну, по сути говоря, те же самые барьеры, только они по-разному интерпретируются психологически с точки зрения врача и с точки зрения пациента. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и совсем простой для понимания, как мне кажется, слайд. Чем, собственно, выше исходный гликозилированный гемоглобин, тем меньший процент пациентов способны с помощью нашей все-таки интенсификации достигать целевого значения гликированного гемоглобина. И здесь вот на этом слайде, ну, вроде бы понятный, но здесь также хочется остановиться и дополнительно спросить вас. Ну, у меня нет, к сожалению, возможности общаться с вами напрямую, но тем не менее, вот что еще бы повлияло на вот этот вот очень важный исход, достижение целевого значения. Окей, базовый, да, исходный гликированный. Да, нет вопросов, действительно. Возраст, я считаю, очень важный параметр. Чем выше возраст, тем сложнее нам выйти в целевое значение, каким бы оно, да, менее жестким не было. Вес тела влияет, очень сильно влияет, потому что мы прекрасно с вами понимаем, только что с вами сказали, что это и барьер является. Понятно, что чем выше исходная масса тела, тем еще больше эти барьеры и боязнь еще больше набрать, это раз. Во-вторых, это, конечно же, виток инсулинорезистентности, который так или иначе будет мешать нам достигать целевого значения. И в конце концов, вес это и есть сердечно-сосудистый риск. И это тоже нам будет мешать, собственно, в достижении этой полипрагмазии, потому что мы будем стараться закрывать какие-то еще дополнительные факторы риска. Что еще, да, что еще? Вес, барьер, исходный гликированный, масса тела, стаж, стаж заболевания. Чем дольше пациент находится с этим диагнозом, тем, как правило, ну, мы так полагаем, действительно, наверное, по сути говоря, так оно и есть, что снижается вот эта масса бета-клеток рабочая, назовем ее так, и, соответственно, тем больше провалов, назовем их, в достижении целевого значения. Дальше. Следующий слайд. Спасибо. Ну, здесь тоже такой слайд, знаете, классический, но вот нужно и нужно еще раз и еще раз напоминать о таких очень важных вещах. Вот пациент, у которого очень высокий исходный гликированный, вот он больше 10. И полезно понимать все-таки, что удельный вес, вклад в такой высокий гликозилированный гемоглобин, гемоглобин, да, или какой самый важный барьер, который мешает достигать при таком высоком целевом значении, это глюкоза, плазма натощак. И вот по мере того, как гликированный гемоглобин снижается, все меньше и меньше удельный вес, вы глазами смотрите справа налево, все меньше и меньше становятся вот эти желтые сегменты столбцов, все меньше и меньше удельный вес принимает ГПН, и все больше и большее значение приобретает постпрандиальная гликемия. Почему это важно знать? Потому что, когда вы, например, стартуете, вот пациент там на, ну, возьмем, на двух, на трех таблетках он к вам приходит, у него там гликозилированный там 9,5. Ну, вы назначаете базальный инсулин. И вы видите сначала великолепные результаты, достаточно значимый, достаточно быстро снижается уровень глюкозы натощак, быстро там вслед за этим идет уровень гликозилированного гемоглобина, а дальше как будто что-то происходит. Тут он встал и все. Как бы вы дальше не увеличивали дозу, а вы дальше уже не можете увеличивать дозу инсулина, поскольку там уже гипогликемии могут появляться, гликозилированный не может все-таки пробить вот это вот остаточное, скажем, значение и все-таки достичь целевого. Что вот мешает ему? А мешают вот эти поспрандиальные ушки, поспрандиальная гликемия. И пока мы вот за нее не возьмемся, вы дальше не пойдете, не пройдете ни сантиметра дальше. Ну, дальше слайд тоже из этой серии, еще один анализ. Вот он, собственно, об этом и говорит, что вот базальная гликемия синяя, вот она прондиальная гликемия, это пациенты, которые находятся на базальной инсулинотерапии. И вот обратите внимание, вот этот вклад прондиальной гликемии, он существенный, вот уже пациента на базальной, он существенный, какой бы гликированный не был. Да, даже меньше 6,5 и более 8. Вклад его недооценить невозможно. Постпрандиальная гликемия – это наиважнейший, такой опорный наш с вами такой маркер для того, чтобы быть более эффективным. Почему я это вот здесь говорю? Ну, очень просто. Потому что наши пациенты, когда мы им говорим, ну, ребят, давайте SMPG, вот это вот, селф-мониторинг, приносите свои дневники, и буквально каждый дневник пациента, который открывает, что мы там видим? Мы там видим цифры, мы там видим 3-4 точки. Что это за точки? Это точки, как правило, тащиковые, понимаете? Вот. А без знания прондиальной гликемии мы и не сможем, как я уже сказал, быть наиболее предельно эффективными. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, слайд такой, очень информационный такой, там много чего, но он, кстати говоря, и говорит нам о том, что очень много факторов, которые мы должны с вами учитывать для того, чтобы выбирать какой-то препарат. Это, конечно, и влияние. Ну, давайте разделим на два основных. По сути говоря, здесь речь идет о трех вещах. О трех вещах. Первое. Это, конечно, эффективность. Эффективность. Потому что, ну, как бы мы ни говорили, красивая палеотропика, уход от глюкозоцентрической модели, и вообще сахар, это вообще ни о чем. Это не беседа с пациентом в 21 веке. А мы вообще статины, вот туда должны идти, вообще контролировать давление, а глюкоза там где-то третьим пунктом. Это, конечно, хорошо, да, с высоких трибун, но тем не менее, все-таки каждый раз, когда мы рассуждаем, вот, и мы показываем очень красивую картинку, вот этот мультифакторный подход, вот эта вот, значит, поливалентность действия таблеток, все хочется спросить, вот, когда вы жену выбираете, вот, вы вот как выбираете? Вот по всем факторам, вот она должна и маме быть довольна мамой, и готовить должна хорошо, и друзьям нравится, так умной быть, или там не глупой хотя бы, там и так далее. Вот пока вы выбирать будете вот это вот все, ну, ничего не выберете. Поэтому все-таки надо выбирать по одному принципу, а дальше воспитывать. И выбираем по принципу красоты все-таки, да, чаще всего мужчины. Как вот, говоря о препарате, сахароснижающим препаратом, все-таки в первую очередь, это палеотропия, как все это приложится, сахар снижается, глюкоза снижается и не летит. Вот это самый главный вопрос, понимаете? Поэтому первый фактор, это, конечно, эффективность. Он, с помощью этой технологии, мы добьемся целевого значения или не добьемся? Вот это очень важно. Это первый вопрос. Второй вопрос, который сейчас становится первым, это безопасность. Безопасность. А там уже и влияние на массу тела, сюда же входит и гипо, и так далее, и так далее. Безопасен и побочный эффект. Третий вопрос. Третий вопрос, вот он, видите, он таким салатовым цветом. Сейчас все более и более становится, он, конечно, актуальным. Цена. Потому что, к сожалению, ну и опять не только в России, цена является для большой части пациентов, врачей определяющим, один из их определяющих факторов для назначения той или иной стратегии. Следующий слайд. Ну и такие слайды, ну, они, знаете, мне очень нравятся, потому что они показывают, в общем, нашу эволюцию. Потому что, когда мы еще учили в институте в 90-е годы, там, в начале и так далее, конец 80-м, всегда говорили, что есть два основных ключевых патогенетических звена. Это инсулинорезистентность и дисфункция бета-клеток. И вот, собственно, были сторонники того, что первичным является потеря массы бета-клеток или дисфункции, или то и другое. Второе, с такой же, значит, страстностью отстаивали точку зрения, что инсулинорезистентность первична, а дальше. Но вот это вот, пока этот шел спор о первичности курицы и яйца, на самом деле, собачка подросла, я имею в виду взгляды на то, по каким механизмам повышается, собственно, уровень глюкозы в крови. И вы видите, что таких механизмов уже по меньшей мере 11, что дает нам несколько знаний. Первое знание. А первое знание очень важное. Первое знание говорит нам о том, что если, и вы наверняка об этом думали неоднократно, что нет такого пациента со вторым типом диабета. Что тип диабета 2 это не одно заболевание, это множество, ну, примерно 5, по меньшей мере, кластеров или подтипов второго типа диабета, подтипов типа, 5 кластеров второго типа диабета существует. это совершенно разные как бы фенотипические развития этого страда, хотя называется одним словом. Это первое. Второе. А второе, это, собственно, практическое применение, вот клиническое применение. Вот если мы знаем, что вот есть 11 различных механизмов, какие-то задействованы, какие-то потенциально будут задействованы в гипергликемии данного конкретного пациента, то и действия наши будут направлены на то, что максимально комбинировать, использовать не простые комбинации, а эффективные комбинации, умные смарт-комбинации, которые заключают, собственно, их умность заключается в том, что они закрывают максимальное число патогенетических звеньев. Следующий слайд. Ну и мы переходим, сразу же берем БК-зарагак, одно из, ну, на мой взгляд, одно из самых таких, знаете, удивительных комбинаций. Вообще, когда мы говорим с вами о фиксированных комбинациях, мы с вами так и говорим фиксированной комбинации. То есть мы понимаем, что в одной таблетке есть, значит, два действующих вещества, которые в определенных сочетаниях там присутствуют. Вот когда мы говорим о комбинации инсулина базального и АГПП-1 в одном флаконе, тут не совсем это фиксированная комбинация. Почему я так говорю? Потому что то, что мы называем фиксированной комбинацией, называется FDC, Fixed Dose Combination, то есть комбинация с фиксированными дозами. Когда мы говорим о комбинациях с фиксированным соотношением, это в английском языке называется FRC, то есть Fixed Ratio Combination. Это еще важно. Это совершенно разные стратегии. Вот это вот Fixed Ratio Combination или комбинация с фиксированным соотношением доз, он более длительно проговаривается в русской транслитерации. Так вот, вот именно это FRC или Fixed Dose комбинация фиксированных соотношений, это вещь сама в себе очень умная, поскольку, как вы понимаете, там есть соотношение, при этом тетруя дозу одного компонента активного, мы повышаем автоматически, мы даже об этом не задумываемся, дозу другого. Это первое, это задумка. А теперь посмотрите, что вошло, что входит и на какие патогенетические звенья может повлиять вот эта комбинация. Базальный инсулин, понятно, что это чемпион мира, даже просто без вопросов, по влиянию на глюкозоплазму натощак. А вот АГПП, ну не все АГПП, да, вот в данном случае мы будем говорить о Алексе Сенатиде, вот это влияние, максимальное влияние на как раз прондиальную гликемию. И я буквально возвращаю вас на 3-4 слайда назад, вот почему я так долго говорил об этом вот в удельном весе, вот этом влиянии различных видов гликемий, а для врачей и терапевтов, когда я читаю лекции, я специально, намеренно упрощаю, я говорю, когда вы говорите о глюкозе, эту глюкозу хотя бы в цвете представляете по-разному. вот тощаковую гликемию представляете красным цветом, там цифры эти, а прондиальную, например, синим, и вы будете четко видеть, что на что вы влияете с помощью разных, скажем так, своих попыток, своих подходов к сахароснижающей терапии, и у вас вы видите, что синее все хорошо, а красное все ужасно, и вам сразу станет понятно, есть препараты, которые влияют в основном на красную глюкозу, а есть препараты, которые влияют на синюю глюкозу, чтобы не было вот этого прондиальной, это щековой и так далее, но это такое педагогическое, но тоже, в общем, иногда это и пригождается, кстати, для наших пациентов, поэтому обратите внимание, вот эта комбинация, это комбинация не простая, а комбинация совместного влияния на два главнейших участника, на прондиальную гликемию, это такая двухстволка, следующий слайд, пожалуйста, ну и собственно мы переходим к исследованию, но чтобы это не было для нас исследованием в таком вот виде как бы скучном таком, давайте представим себе пациента, самого обыкновенного, такого мейнстримового пациента, который приходит к вам уже много лет, вы его знаете прекрасно, и так он приходит, он приходит, что важно, с нецелевым гликированным гемоглобином, допустим, высоким очень, там 8 и 9, 9 с половиной, ну давайте 9 с половиной, пусть будет, для нашего примера, и он находится у вас на трех таблетках, на трех таблетках, не будем говорить какие, это не важно в данном случае, и он долгое время, значит, не хочет переходить на инсулинотерапию, на вообще инвекционную терапию, боится и так далее, и так далее, все барьеры, все то, что я рассказывал. И так это исследование посвящено как раз этому человеку, вот таких набрали, и дальше обратите внимание, их уговорили на инъекцию, но их разделили на три группы. Первым дали ту комбинацию, о которой я говорил на предыдущем слайде, комбинацию галаргин-100 инсулин базальный, в комбинации, да, с АГПП-1, которая называется лексинотит, называется соликва. в нашей стране, это синий, синий, в графическом изображении, темно-синий столбик, горизонтальный. Далее, второй группе дали просто галаргин-100, и тетровали, соответственно. Третьей группе дали лекси, и тоже лексумио, и дальше тетровали. Следующий слайд, давайте посмотрим, что произошло. Ну, здесь, чтобы долго не гулять по слайдам, я как бы объединил в одном слайде сразу все. Что нас интересует прежде всего? Наш, как мужчина, интересует прежде всего в женщине красота, а как диабетологов нас интересует эффективность. Поэтому левый верхний график как раз синий. Вспоминайте, что это как раз комбинация, фиксированная комбинация с аликва. И вот, посмотрите, минус 1,6 в общей погруппе. Ну, и 1,3, минус 0,9, соответственно, это другие ветки исследования. Что важно, что, ну, здесь понятно, что фиксированная комбинация работает существеннее, и мы теперь понимаем, почему. Потому что влияние, давайте посмотрим, тут же глаза переводите на право, оставаясь сверху, да, на верхнем этаже. И видите, влияние на прондиальную, на тащиковую, простите, гликемию, такое же мощное у солико, как у инсулина, синие, желтые, кривые, соответственно, а влияние на прондиальную гликемию, такое же мощное, как, даже мощнее, как у отдельно, луна ликсия. Ну, и, соответственно, если мы влияем и на ту, и на другую точку, мы получаем лучшие результаты окончательные. Теперь, что важно, когда вы видите графики, в которых изображаются минусы в гликированном гемоглобине, или минусы в холестерине, или минусы в артериальном давлении, да, то есть это слайды, которые демонстрируют эффективность, да, вот эту потенциальную силу препарата или технологии, и так далее, и так далее, подхода. Потенциальная сила. Насколько мощно? Ну, это в среднем по группе, а вот спуститесь глазами ниже, и вы видите пациента с целевым показателем. Вот это важный параметр. Мне кажется, даже он важнее, чем оценка потенциальной силы, потому что это конечная клиническая эффективность. Сколько пациентов, какой вероятностью, точнее, даже так лучше сказать, с какой вероятностью процентной вы попадете в мишень. Это очень важно. Вот вы назначили Ивану Ивановичу, Михаилу Михайловичу и Ларисе, там, Севастьяновне препарат. Вот с какой вероятностью у них будет целевое значение гликированного. И в данном случае оно 73%. Да, ну и смотрите, сравните. 59, 33, все прекрасно. Видите, если мы берем как цель 7, ну, если более жесткий контроль, 6,5, ну, то меньше. Конечно, тем не менее, все равно больше половины впадает даже в такую маленькую цель, да, в такую очень маленькую цель, как меньше 6,5%. Дальше важно, уже быстро двигаемся, изменение массы тела. Значит, мы знаем, что на инсулине у нас есть и должно быть, по сути говоря, увеличение массы тела, на ЛИКСе снижение массы тела, а вот посмотрите на, значит, комбинации, ну, здесь около нуля, да, так скажем, минус 0,3. Это не, статистически недостоверно, то есть там тенденция к снижению. И гипогликемии, значит, что очень важно, что увеличение гипогликемии, то есть они сравнимы с монотерапией на базальном инсулине. Что важно, сравнимость по гипо, но эффективность выше, да, вот это вот, вот это сочетание, вот этот баланс, цена-качество, он всегда должен быть у нас в голове. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, да, что важно, субанализ, дополнительные анализы, они всегда, иногда более даже интересны, чем, тем то, что мы с вами до этого разбирали. Итак, помните, мы с вами говорили, что в общем существуют барьеры. Вот смотрите, если пациент, вопрос такой, если пациент имеет долгий стаж диабета, ему, конечно же, тяжелее достигнуть целевого значения. Так вот, посмотрите, с левой стороны, это сравнительно люди, которые мало болеют, меньше 7 лет, с правой стороны, те, которые больше стаж имеют, больше 7 лет. И вот желтые, посмотрите, с аликва, солостар, там 75,2% достигает доля пациентов целевого, с правой стороны, 72,6%, фактически, да, не имеет значения, какой стаж работает одинаково, независимо от стажа. Следующий слайд. Далее мы говорили с вами, что одним из барьеров является возраст. Точнее, я говорил, я полагаю, что вы соглашались со мной. И опять, по аналогии, посмотрите, меньше 65, больше 65 лет, 75, ну да, 76% достижения, а те, кто старшая взрослая группа, ну там, статистически недостаем, но даже больше, да, на пару процентов, достижения целевого значения гликированного, меньше 7. Следующий слайд. В зависимости от индекса массы тела. Опять то же самое, сами говорили, что очень важным препятствием является ожирение. Опять посмотрите, мы видим, менее 30 килограмм на метр квадратный, более 30 килограмм на метр квадратный, 76,3%, 72,2 соответственно. То есть опять вы видите, что в общем и в этом субанализе не было разницы, да, по крайней мере статистически достоверной разницы между процентом пациентов, достигших компенсации, достигших целевого значения гликированного, в зависимости от разных значений его статуса ожирения и отсутствия ожирения. Следующий слайд. Ну и Простите, коллеги, у меня просто часть слайда я не могу читать, мне не видно, поэтому и так в зависимости от того, на чем они были до того, как принимали терапию. Вот посмотрите, с левой стороны это все общие популяции, туда вошли те, кто был на одном, на двух, и вот смотрите, правая часть слайда, это снижение гликированного, которое принимали хорошую, да, двухкомпонентную сахароснижающую терапию, да, и вы видите, что в общем опять разницы никакой нет. С левой стороны, да, общая популяция минус 1,6% гликированного, с правой стороны минус 1,5%, что опять я говорю, несущественная разница, статистически недостоверная разница, то есть одинаково. Дальше. Так, ну и собственно еще один слайд, еще один очень хороший субанализ, который демонстрирует большую долю пациентов, опять-таки, которые достигают целевого гликированного, который сравнивается с гларгином 100 у пациентов, которые не достигали на двух, на двух препаратах таблетированных. И вот обратите, 73,7% это доля пациентов в общей популяции, а с правой стороны, да, это на солейке 72,4% те, кто ранее принимали опять-таки два пероральных сахароснижающих препарат. Опять нет никакой разницы между вот таким медикаментозным анамнезом до назначения соликва. Следующий слайд. Ну, я даже не знаю, но всегда этот слайд все равно по умолчанию стоит, потому что еще раз и еще раз, особенно для врачей, которые, может быть, редко используют соликву или только начинают, только приглядываются. Здесь ничего страшного нет. Здесь показан спокойный, один из спокойных алгоритмов, принятых в России титрации инсулина глоргин. Почему мы говорим о титрации инсулина глоргин, когда мы говорим о соликве? Потому что мы соликву титруем точно так же, как титруем инсулина глоргин. Мы как бы забываем совершенно о том, что помимо глоргина в соликве есть лексинотит. И, соответственно, вы должны ориентироваться на средний уровень глюкозы плазмы натощак. Вот если средний за несколько дней, за 1, 2, 3 дня у пациента 5, 5, 6, 6, мы можем ничего не прибавлять. Или думаем, может быть, даже мы с вами отнимем две единички, если была, допустим, гипогликемия, гипогликемия. Вот если выше 6,7 до 7,7, да, мы прибавляем на следующие два дня плюс две единицы, продолжая смотреть вот этот вот тощаковый уровень гликемии, ну и так далее, да, вы видите, 7,8,10, больше 4, больше 10, 1. Ну, а внизу вы видите, каким образом это мы, собственно, это делаем, когда разбиваем это вот на календарные дни, да, то есть, как правило, это идет титрация через два дня на третий мы осуществляем вот эту титрацию плюс два, плюс четыре, если этого нужно, плюс шесть или ноль, как показано сверху. То есть, ничего сложного нет. Еще раз, забываем о том, что есть лексинотит, вот, и титрация точно такая же, точно такой же шпыль с ручкой, так же абсолютно состоит, все к ней привыкли, медсестры, пациенты и вы, вот, то есть, ничего нового здесь в этом нет. Дальше. Ну, и заканчивая свою такую лекционную часть, такую, больше теоретическую часть с графиками, я бы хотел продемонстрировать вам клинический пример.